Девчонки, я собралась на нашу местную горку, вот, смотрю, там уже кто-то катается, но сегодня не выходной день, у нас нет такого паломничества, обычно, когда, ну, обычно, когда на улице суббота-воскресенье очень много людей, вот, и сейчас, конечно же, столько нету. Я сначала одела такие горнолыжные штаны, у меня есть, сняла, потом, думаю, на улице 2 градуса жара, я просто там запарюсь, и одела вот в Uniqlo такие штаны, одела еще вниз термобелье, и я не пойму, у меня где-то были носки, темно-синие, темно-синие носки были, я специально их брала вот под такие штаны, я их не могу найти, фаберличные, что-то все обыскала, я с квартиры на квартиру переезжаю, поэтому мне много чего теряется, то у родителей у меня остается, вот, все решалось-решалось, никак не решалось, и думаю, надо, а то проходит уже лето, я таблетку, ой, ну, зима, я таблетку уже покупала, фиг знает когда, вот, и что-то мне, с одной стороны, как-то неудобно, что, как бы, мне уже тетя-то взрослая идет кататься, потом, с другой стороны, смотрю, там, на горке, на этой, мам, пап с ребенком приехали, мам, пап тоже отрываются, но я одна все-таки, если бы с кем-то я пошла, мне было бы комфортнее, но, как это, идем в свой страх, что говорится, вот, тем более, я засиделась дома, надо немножко размяться, и вот, думаю, не жарко ли мне будет, одела вниз тоже Uniqlo тоненькую эту, вот, как это сказать, ну, термобелье такое тоненькое, вот, надеюсь, что мне комфортно будет, точно мне не будет жарко, холодно, и как бы мне не было жарко, ну, вот носки, я вот не знаю, где эти носки, вот, надо, косичку заплела, шапку еще одену, куртку, и все, и вперед, это вот так, вот выглядит, очень страшно, страшно, вот, можно отсюда еще кататься, можно все себе отбить, наверное, почему-то катывает всегда он к тому, что лбу, что делать, я не знаю, и страшно ведь, мне реально страшно, сейчас, подождите, я не знаю, как здесь катаются, не оборудованы здесь, ни хера, горка, не знаю, куда на этот раз, я сейчас другую, другую траекторию выбрала, слава тебе, господи, я к столбу, я еще боюсь за телефон, приходится тормозить ногами, адреналин еще тот, блин, мне еще Аленка напугала перед выходом, посмотри, в институт с Кликфарсковского поступают с этими, с травмами серьезными, с переломами там, со всеми делами, ну, ничего, сейчас, вот, кстати, вот это мне больше понравилось в траектории, потому что меня постоянно несет, я почему-то быстро разгоняюсь, не знаю, почему, и меня несет, несет куда-то в место, в то, которое не нужно, но за скоростью с огромнейшим, короче, я нафиг никому не нужна, все катаются и катаются, своим делом занимаются, зря боялась и комплексовала, и хорошо, сейчас никого нету, заодно для меня спорт, я так давно уже не выходила, свежим воздухом не дышала, и спортом не занималась, то есть для меня это такой спорт некий, главное, еще малышня бежит, просто говорить, мама, не хочу, девчонки, я порезала ватрушку, так было жалко, так печально, так расстроилась, но потом думаю, наверняка я же не одна такая, вот, кто-то еще резал, причем такой порез, ну, приличный, там были ветки, вот, уже снег подтаял, и вот, очень жалко, расстроилась, и, конечно, но увидела, что, оказывается, ее как-то можно починить, и вот я папе отвезу, и он починит, да, соответственно, так как забивается вода, я туда уже вытащила огромное количество снега, он, наверное, растаял, да, уже килограмм, наверное, снега вытащила, и очень много воды было, вот, часть воды вытекала, а часть воды я вот промакивала тряпочкой, я говорю, так расстроилась я, конечно же, но, с другой стороны, не бывает, как бы, без потерь, без потерь, на-на-на-на-на-на-на-на-на, а теперь, вот, так что повезу я родителям, сейчас немножко ее замою, вот, либо я вот думала в шиномонтажку отдать, я не знаю, у кого дети есть, резали, что же наверняка ватрушки, то есть там внутри этой ватрушки, хорошо, что я не порезала этот камеру, вот, а саму ткань порезала, и эта ткань такая некая прорезиненная, и вот люди заклеивают клеем обычным, ну, как необычным, а этим, как его зовут, ну, такой быстрый, моментальный клей, вот, и ею заклеивают, ну, не знаю, я вот повезу к родителям, папа сделает, я там еще ее обкатаю, там тоже есть горка, я обкатаю ее, просто мамка как-то растаяла, еще все, не знаю, есть ли там ее мне кататься или нет, сейчас немножко ее надо помыть, наверное, с этим, с моющим каким-нибудь средством, чтобы она такая чистенькая была, жалко мне, конечно, первый раз, по-моему, первый раз я всего лишь в Ника пыталась, да, я как купила ее, она у меня все это время лежала, и вот первый блин, такой ком он получился, но зато я получила, девчонки, неизгладимое просто удовольствие, впечатление, я так кайфанула, я даже писала пост у себя в Инстаграм, что вообще я преодолела себя, ну, все происходит у нас через опыт, через свой личный, никогда нельзя, там, принять решение или понять что-то чужое только через свой, и первые, конечно, у меня мысли, когда я каталась, у меня были, первый раз я вообще в столб врезалась, я не знала, как его поправлять ватрушкой, вот, я врезалась в столб, второй раз я покатилась по другой трассе, там были трамплины, я чуть себе не сломала и зубы, и позвоночник, потому что я прям чувствовала, ну, лучше не кататься там, где трамплины, лучше вообще заранее следовать трассу, по которой ты будешь скатываться, и потом третий раз я пошла на другой скат, вот, ну, на другую траекторию, и вот там уже, скажем так, полегче она без всяких, ну, как это сказать, без всяких таких опасных мест, вот, ну, там были ветки, и вот, видите, поэтому я, некоторые ветки я вытащила, выкорчевала, засохшие такие, а видите, как какой-то веткой я все-таки прорезала себе, ну, хорошо, что камеры целые, камеры вообще прям даже не тронутые, вот, люди бросают бутылки, я хотела это снять, потом не стала, чтобы не, как сказать, не культивировать какую-то агрессию, агрессию, очень много бутылок было разбросанных, и прям видно, что свежие, то есть люди приходят на эту горку с детьми, там же катаются, и там же просто сваливают мусор, девчонки, у меня, конечно, вот эта вот прям боль моя, почему же мы люди, а как, живем как не люди, то есть никакой нас не Путин, никто не спасет, если там мы сами, даже в том месте, где мы живем, ну, если мы сами будем за собой, там, как это сказать, бросать, все бросать и выкидывать, не знаю, у меня прям, я прям посмотрела там, причем это не просто так случайно выброшено, а это прямо специально, то есть где, где выпил, где закончилась бутылка, там и выкинул, а очень много этих Nissan, а есть ватрушки, а есть такие пластиковые штуки, на которых тоже катаются, сломалась штука, тоже взяли, ее скинули там же на месте, и все, как будто бы кто-то приезжает там и убирает, я не знаю, у меня просто слов нет, мне так больно, обидно вообще за наш народ, вот, и тоже вот я здесь пришла на дзен, да, и стала снимать здесь видео, и люди, которые заблокированные у меня были на ютубе, они продолжают, я им не нравлюсь, они продолжают меня смотреть, и когда я сообщила, что я прихожу на дзен, они перешли на дзен, и так как не заблокированы здесь, они начали писать, ну, опять гадости, вот, нашли мне признаки шизофрении, а я вот думаю, то есть человек, которому я не нравлюсь, он меня не переносит на дух, ходит со мной, смотрит меня на ютуб, несмотря на то, что я ему не нравлюсь смотрел, когда я объявила, что я перешла на яндекс дзен, перешел на яндекс дзен, и продолжает меня ненавистно смотреть, вот что у человека в голове, какие, ладно, там, нашел у меня признаки расстройства, какие, вот, вот, хочется, наверняка вы смотрите меня до сих пор, что у вас в голове, какие расстройства у вас в голове, потому что, ну, это трэш просто, вот я говорю, у нас ничего не спасет, нас никто не спасет, потому что пока у нас будет так хлам, мусор, и вообще просто в несознанке в какой-то будем пребывать, писать, сидеть, людям строчить гадости в интернете, ничего хорошего у вас в жизни никогда не будет, ладно, я там с признаками шизофрении, диагнозы вы мне поставили, а что у вас будет, что у вас хорошего, ну, я так предполагаю, что у этих людей либо не все в порядке с головой, вот, реально, это больные такие люди, действительно, с диагнозами сидят, и, знаете, как, учитывая, что у меня подружка сходила на, ну, ходила к психотерапевту, и она говорит, я говорю, мне, говорит, так неудобно, что вот я пришла, что как я могу вот людям сказать, она говорит, вы не представляете, какое количество людей ко мне приходит, сейчас каждый второй приходит, вы не представляете, какое количество расстройств сейчас у людей, ну, я реально понимаю, что наверняка это люди, ну, с больной головой, ну, реально у них какие-то проблемы ментального характера, вот, либо это люди, у них все плохо в жизни, либо у них какие-то реально детские травмы такие потому что несмотря на мою мне же судьба тоже как бы не простая такая достаточно у меня в принципе ну кармане не лучше да но несмотря на это мне никогда в голову не взбредет пойти кому-то написать ну оставить после себя какой-то мерзкий след а у человека приходит такую голову тогда я у меня вывод либо действительно это больной человек с диагнозом либо сною с неустановленным диагнозом это вот что вот что надо вот мне человек не нравится я ему ненавижу но я продолжаю смотреть хожу из социально из одной социальной сети в другую к нему и пишу ему то есть мне не нравится я это делаю либо это мазохисты какие-то садомазы мазохисты либо это реально больные люди вот прям с постановленным установлен диагнозом либо не с установленным либо вариант у них нет гораздо хуже чем у меня потому что если у меня не очень все сладко в жизни и я не дописать кому-то кому-то там вот значит у этих людей еще хуже чем у меня то есть ну больше меня никаких здоровыми в точных не назовешь вас точно не за нами зовешь те кто смотрит сейчас это видео и те кто вот писали писали вы заблокированы меня на youtube вы решили сюда прийти оставить после себя говно вот зайдет есть есть люди пчелы а есть люди мухи ну вот наверное вы люди мухи вот вы лезете вот там где зловонно где вот вам нравится вот это вот ну наверное вот тоже не знаю меня больше как какие еще версии могут быть вот меня есть несколько версий которые я вам озвучила либо это глубоко травмированный человек прям ну реально вот у него не знаю недолюбили в беде в детстве издевались в детстве либо сейчас вообще все гораздо хуже чем у меня что ваш не может сдержать держать себя в руках либо но это реально больные люди с диагнозами с расстройствами психическими вот больше других версий нет потому что ну вот мое окружение моих подруг скажем так с кем я общаюсь в реальной жизни несмотря тоже на судьбы у девчонок у моих вот подружек у них и далеко не идеальные судьбы далеко у них не все хорошо но из них никто не сидит надеюсь и не строчит у них мало того что времени нету некоторые вообще у меня подружки вообще они сидят социальных сетях они живут реальную жизнь вот они у него ну таки достаточно заняты со множеством увлечений хобби работой кто-то с детьми и даже если не что-то смотрит они смотрят предметное такое либо если не что-то смотрит но очень много я сейчас вот сканирую вообще и видео и комментарии и не только под своими если она не блокировала их было бы гораздо больше очень много сейчас озлобленности очень я прям это вижу какой-то вот из людей льется яд вот просто отравляющие что такое отравляющие я же понимаю что они в этом яде живут то есть это не каждый день в этом варится то есть настолько нутро у человека гнило и настолько настолько ему плохо что он не может это даже держать в себе и чтобы хоть как-то хоть как-то утвердиться хоть как-то вот что то вот избавиться от этого яда больше ничего не остается либо там страдают если есть дети страдают дети вот близкие потому что кого мы можем там пнуть кто слабее нас либо вот они идут и вот строчат строчат не могут бедные остановиться вот короче как-то так очень интересный феномен и очень такой достаточно устрашающий потому что вот читая комментарии я понимаю что это срез это срез сообщества нашего еще очень часто бывало такое что вот я слышала от других блогеров которые вот и на американскую аудиторию как-то работают но это певцы там и на российскую они говорят вот выкладывай что-то на американскую аудиторию вот там никто тебе никогда гадости не напишет то есть они всего молодец это попробовал о молодец стоит его на русскую язычную аудиторию выложить так тут же какой-то трэш и вот я думаю почему настолько у нас ущербные почему у нас мы настолько ущербны вот я не знаю что нам так плохо живется нас чё не я не я не понимаю почему я не понимаю почему настолько ущербные вот у меня и вот вопросом как бы ладно бы я думаю это единичные случаи а это достаточно носит массовый характер и от этого прям вот становится как-то не по себе потому что эти люди ходят мимо они в магазине рядом с тобой они там в аптеках не дай бог если эти люди еще там являются какими-то учителями воспитателями врачами представляете сколько у людей вот вот этого всего вот но правда это наверное риторический вопрос который не как это сказать не мне не поддается наверно кому-то ответы даже ответ на это вопрос не могу найти но это вот наблюдение наблюдение не только мои как-то очень все печально и грустно так что вот так ладно мне надо кого собираться и мне надо ускорить кое-какие процессы здесь потому что у меня есть планы на ближайшие пару дней все девчонки на россию не с вами прощаюсь навряд ли сегодня буду что-то снимать я прям такая на сегодня набегалась на прыгалась находилась у меня прям такое состояние лечь полежать но мне просто много еще нужно чего много чего сделать нужно поэтому покой мне только снился в работе на такое что сделать там видео загрузить рабочий канал загрузить кое-какие вещи мне надо собрать вот немножко убирать по убираться на дом то что меня 10 бардак прямо такой вот если бы ему показала бы наверно в обрак упали бы сразу начали у кого-то сразу за часа срочно срочно написать 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 написать